Привет, друзья! Вы на канале Санкт-Петербург с Еленой Жемчуковой и мы говорим о Петербурге, о переезде, о работе, о недвижимости, о вакансиях, где искать работу, о районах города, об аренде жилья, о регистрации, о прописке, о людях, которые здесь живут, о погоде, о климате, обо всем, друзья мои, поэтому подписывайтесь, смотрите мои все видосики, они разделены на плейлисты по темам, или можно просто открыть видео, все видео пролистать и посмотреть, что же у нас происходит в Петербурге. Начнем с погоды, ребят, потому что, потому что невозможно, жара, опять, посмотрите Петербург, какие у нас цифры. Ниже 30 нет, вся неделя 30, 30, 31, 31, 30, 31, 31. Три дня было немножечко полегче, 25, 24, 26. Дождь капнул два раза, второй месяц практически нет дождя. Гроза один раз ночью была, сильная, классная, все радовались и прыгали по лужам, и все, и днем пару раз по 10 минут что-то так проморосило слегка. Знаете, вот как тучка, дождь прошел и тут же закончился через 10 минут. Вот нам рисуют, когда только дождь, и здесь дождь. Но это не факт, далеко не факт, что что-то будет, может и будет на 20 минут. Но очень жарко, жаркое лето в Петербурге. Поэтому не говорите, что у нас мало солнца и что у нас нет лета. Это лето очень жаркое. Вообще, ребят, я хотела с вами поделиться информацией. Просто открыла Авито, посмотреть, что у нас происходит с недвижимостью. И вот сразу первая же страница меня удивила. Я даже еще запросы никакие не поставила. Просто вот у меня, знаете, как они рекомендованы, подбрасывают объявления сразу. Ты там выбираешь, смотришь. Аренда недвижимости. Я смотрю, что стала как-то падать она, слегка эта аренда, потому что туристов нет, наверное, знаете, такого потока переезжающих нет. И в разных районах города можно найти квартиру подешевле. Вот спрашивала девушка меня как-то, можно ли за 15, за 13 однушечку снять. Посмотрите, можно. Просто это надо смотреть, какой район города и подходит ли он вам. Вот прям первое объявление. Я даже сразу включила камеру, когда это увидела, думаю, покажу вам. Смотрите, 35 квадратов, 16 тысяч. Это на метро Удельное. 36 квадратов, 15 тысяч, Красносельский район. 14 тысяч, 35 квадратов, но это без мебели Гражданский проспект, новая квартира. Видно, что после сдачи только сдали дом и тут же сдают квартиру. Дальше Парголова, Парнас, район Парнас, 39 квадратов, 17 тысяч. Студия 20 метров квадратных на Парнасе, поселок Парголова, Парнас, 13 тысяч. Для одного, почему нет, или для двоих, кто приехал на первое время. На Парнас, метро рядом, все рядом. Просто я помню, что меня спрашивали, а можно ли. Ну, здесь, конечно, да, мебель они такую поставили, что-то новое, что-то старое. Ну, просто заселиться и осмотреться потом, и снять что-то получше, или пока покупаешь квартиру, пожить на одного-два человека вполне. Ребят, немножечко аренда, я вижу, упала. Это, конечно, плюс. 34 метра, 35 почти, 12 тысяч, Московский район. Что тут у нас? Давайте посмотрим квартиры. Насчет разговоров о том, что на вид все мошенники и квартиры этих нет, надо проверять. Все свои объявления, которые мне были интересны, я находила на Авито, и все обошлось без мошенников. Поэтому я открываю Авито, смотрю, а потом уже ориентируюсь. Могут это быть мошенники, или это нормальное объявление? Ну, это такая мебель, здесь не очень мне не нравится. Но, опять же, когда мы говорили об эконом-переезде, спрашивали вы меня, что можно снять самое дешевое. Вот я вижу, что есть квартиры подешевле. А что это на гражданском за 15? 35, 11 этаж, была она 16, стало 15. Ну, это залог 15 комиссий. Это через риелтора. Посмотрите, такая квартирка интересная даже. Чистая. Мебель. Мебель такая в стиле, собранной в стиле. А где это на гражданском? Где-то смотрю, что в окнах. Куда выходят окна? Посмотрим сейчас. Там стройка, что ли? А нет. Где-то, возможно, в новом районе, потому что достройка. Давайте просто почитаем. 35 квадратных метров. А, до гражданского далеко. Метро гражданский проспект. Почти 5 километров. Смотрим, где это. Дается однокомнатная квартира в новом доме. Только для граждан РФ. Рядом магазины съезд на кат. До метро гражданский проспект 10 минут на транспорте. То есть метро только на транспорте. В квартире есть все необходимое. Чисто тепло, уютно. Выполнен хороший ремонт. Просторная кухня полностью укомплектована. Холодильник, плита, электрическая, кухонный гарнитур. Большая комната, диван раскладывается. Установлена стенка по телевизору. Санузел совмещен. Установлена душевая и стиральная машина. Заезжать можно сразу. Звонить, записываться на... Можно с детьми, товарищи. Можно с детьми. Некоторые же не хотят с детьми. Некоторые не хотят с животными. Сейчас посмотрим, что это за район. А район этот, ребят, понятно где. Вот идет Кат и Муринская дорога. А здесь новостройки мы с вами вот проезжали. И половина новостройок уже заселены. И дальше продолжается стройка. Тут действительно до метро будет только на транспорте добираться. Потому что, вот посмотрим, в ближайшем метро они пишут Гражданский проспект. Сейчас мы его найдем. Вообще сейчас этот район вот так откроем. Так, смотрим. Вот Кат, вот Мурина. И поехали, поехали по Кат. Где-то здесь метро Гражданский проспект, но он будет на этой стороне. Так, метро Академическая, а вот метро Гражданский проспект. Видимо, маршрутки вот так идут сюда на эту сторону до метро Гражданский проспект. Вроде бы так, если бы раз напрямую до Академической, да, было бы неплохо. Но здесь Кат и здесь ничего нет. Видите, никаких дорог. Поэтому ближе до Академической. но тем не менее, тем не менее, есть такие варианты. Вот это меня удивило, что стали подешевле квартиры в аренду. 38 квадратов, Комендантский проспект, 18 тысяч. Ну, здесь мебель, я вижу, сразу старая. Здесь что, квартира, студия. А это уже продажи на Парнасе. Ну, Парнас, конечно, бьет все рекорды. Квартира-студия 38 квадратов, 4 миллиона. Слушайте, квартира-студия 38 квадратов. Большая для студии, это как однокомнатная квартира. Что это у нас? Дом готов уже? Что они пишут? Студия на видовом этаже с огромной застекленной лоджией в новом доме скоро ввод в эксплуатацию. Метро в шаговой доступности или 3 остановки на автобусе. Вокруг все есть. Детские и взрослые поликлиники, детские сады, школы, торговые центры. Пишите, перезвоню, покупал. Вот когда еще не сдан дом, конечно, некоторые рискуют покупать по переуступке, но я бы не рисковала. Или готовые. Вообще лучше готовые покупать. А где это стоит дом? Суздальский проспект. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? А, Гранд Каньон. Недалеко от Гранд Каньона. Ну, и что? Ну да, здесь можно дойти до метро проспект Просвещения. Не скажу, что близко. Ну, так. В общем-то, если от Гранд Каньона, ну, нормально, в принципе, нормально. Где-то минут за 15 дойдете за 15 максимум 20 минут можно дойти до Парнаса. Ну, здесь мешает Суздальский, здесь вот район такой немножко промышленный, даже не промышленный, здесь стоят гаражи, там тропиночка есть, но тропиночка такая протоптанная, нет дороги нормальной. Ближе, наверное, все-таки вот так раз, два, и к просвету пройти. Вот если бы дом был сдан, а еще как вариант, ну, давайте посмотрим планировка, а так дом еще не сдан, огромная студия, 38 квадратов, 4 миллиона. Когда мы приехали, это было года 4 назад, квартира однокомнатная 43 квадрата стоила в районе в районе в районе 3 800. А здесь уже получается 38 квадратов, 4 0 50, еще и дом не сдан. Аккуратненько надо, таким объявлением, все узнавать, все проверять. Так, что у нас еще? Ну, это вот первая страница, которая мне попала. Дальше по аренде пошли. Интересно мне. Парнас 17 тысяч, Красносельский район 15 тысяч, Красносельский, это на юге, ребят. Кстати, там вроде и мебель, ничего. Кому-то нужно на севере, кому-то нужно на юге. так чистенько видно, что сделан ремонт, мебель обыкновенная, тоже, в общем-то, что-то новое, что-то средненькое, что-то было в эксплуатации. 24 квадрата. А, это маленькая квартира за 15 тысяч, 24 квадрата. Красносельский район, школа рядом, там в аренду, на длительный срок. Солнечный город, ЖК, Солнечный город. Вы про него мне писали, ребят, да, что съездить бы, посмотреть? А ну, давайте на карте посмотрим. А, на карте, далеко до метро, ой, это дорого, мне кажется, для этой квартиры, потому что до метро, ребята, здесь только на маршрутках. Пешей доступности навряд ли. Видите, Стрельно, и вот у нас дальше КАТ, и вот пошел дальше Петербург. А метро, где-то вот проспект Ветеранов, наверное, ближайший, там ничего не пишут они. Санкт-Петербург, Сосновая Поляна, Красносельский район. Даже и не пишут, сколько до метро, потому что там надо ехать на автобусе. На маршрутке, на автобусе. Понятно. Вот. Салит рядом. Красиво, красиво. Так, хорошо. Что у нас еще по объявлениям? Квартира 24, так, 24 нам мало, мы хотим побольше. 36 квадратов, 15 тысяч. А это что, 38, гражданские, 16 объявлений, выставленных вчера. Ну вот, посмотрим еще эту квартирку. Так что, поглядывайте, смотрите, ребят, кто интересуется, цены немножечко упали, пару тысяч. квартирку посмотрим. Квартирку посмотрим. Тоже видно, что новый дом, мебель, чистая, новая, диванная комната, вот она, а кухня, ремонт, видимо, от застройщика, высокий дом. А это, наверное, тот же район, давайте посмотрим. Ну да, гражданский проспект 4,3, девяткино, 4,8. Муринская дарба, это чуть ближе к девяткино, сдается большая, просторная, однокомнатная квартира. В хорошем доме, в развитом районе, мы проезжали, там дома, магазин, ну как-то получается, из-за того, что вот КАТ, этот район отделен, то есть, на дороге, ой, на дороге, вот этот КАТ нужно объезжать, чтобы попасть в город, сюда, допустим, где вы будете работать. Если у вас работа где-то тут рядом, возле КАТ, за городом, то еще ладно. Здесь, в этом райончике, вы, конечно же, работы не найдете, там всего несколько магазинов, вот Девяткино, здесь поближе на Девяткино, у нас тоже Мурино, вернее, это больше такой город, как спальный, там тоже мало предприятий для работы, магазины, парикмахерские, такое все, аптеки, а вот город здесь уже, поэтому придется добираться как-то в город, КАТ перекрывает, поэтому тут, видите, мои квартиры подешевле, оплата 16, комиссия агентства 10, надо посмотреть, сколько здесь стоит, квартира интересная, они пишут, как называется ЖК, так, рассматриваем порядочных, платежеспособных, жильцов, славянской национальности, в небольшом, количественном составе, в небольшом количестве, как напишут, то, мы вас не оскорбим, а так, аккуратненько, завуалировано, назовем, в небольшом количественном составе, только на длительный срок, никто не жил, рядом имеется инфраструктура, главное не здесь, а рядом, так, хорошо, ребят, вот такие объявления, поделилась с вами, заглянула вместе с вами на Абита, посмотрим еще по продаже, что у нас происходит, ставьте лайкусики, пишите ваши комментарии, кто заселился, кто приехал, вы мне писали, мы приехали уже в Петербург, сняли квартиру, кто-то пишет, я завтра приезжаю в Петербург, как у вас получилось снять квартиру, кто приезжает, кто планирует, за какие цены вы сняли, какую площадь, чтобы понимать, действительно у нас квартиры сейчас упали в аренде, или нет, друзья мои, и потом в одном из ближайших видео посмотрим, посмотрим, сколько же у нас по продаже недвижимости, какие цены, хорошего денечка, друзья мои, встретимся обязательно в следующем видео, пока-пока.